Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу, как я устроился в магазин видеоигр. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо! Видео получилось интересным и даже, наверное, поучительным, особенно для тех, кто тоже будет устраиваться на работу. Идея для ролика пришла сама по себе, поскольку это реальная история из моей жизни, и произошла она в прошлом году. История, не сказать, что какая-то крутая, но она открывает правду на жизнь и дает понять, что образование и ваши знания могут не пригодиться. Расскажу, как я устраивался на работу, расскажу, как прошло собеседование и что произошло в итоге. Если что, название магазина, каких-то имен и более такую уточняющую информацию я озвучивать не буду, поскольку в этом нет смысла. Начнем, пожалуй, с того, как мне вообще пришло мысль идти работать продавцом-консультантом в магазин видеоигр. Я всегда любил видеоигры, я всегда тянулся к ним, я всегда следил за новостями, да и слежу и сейчас. И у меня такая жизненная позиция, что работа, она должна приносить, прежде всего, удовольствие. Да, доход тоже немаловажен, но когда ты идешь на работу и ты ее просто ненавидишь, то ничего хорошего не произойдет. Если это тебя, конечно, там не обкладывают миллионами. В моем же случае, свое увлечение, свое хобби я хотел направить на работу в сфере видеоигр и получать за это зарплату. Ну, все-таки жить как-то надо. По сути, я уже кручусь в этой сфере, поскольку консультирую ребят, помогаю с выбором консоли, советую в какую игру поиграть. Ну, в общем, это я делаю для души и самое главное, я делаю это бесплатно. Ну, мне просто кайфово помогать другим людям и, грубо говоря, за простой совет ты делаешь человека чуть счастливее. Но, к сожалению, это иногда невзаимно, денег это не приносит, поскольку я это делаю бесплатно, в то время как существует поддержка и которая за это получает деньги. Ну, грубо говоря, я делаю некую работу за поддержку, не получая за это копейку, поскольку я делаю это по личной инициативе. И, несмотря на это, в каких-то моментах за мою же помощь, за уделенное время какому-то человеку меня могут послать нахрен. Еще сказать, что я хреновый. И такое отношение я получаю не за хреновый совет, а за то, что я, видите ли, не вовремя кому-то ответил, кого-то проигнорил или сказал, что какой-то вопрос решается через поддержку, а не через меня. Но это совершенно другая история, если хотите видео об этом, то заспамьте прямо в комментариях и гоу-ситуации, я вам расскажу о самых неадекватных ситуациях. В общем, жить надо, кушать хочется, вернемся к сути. В связи с тем, что у меня уже была работа 2 через 2, с возможностью поменяться, в случае чего, я решил, что 2 дня я могу еще где-то поработать. И так как мне нравятся видеоигры, недалеко от дома я нашел просто офигенную вакансию. Продавец-консультант видеоигр с графиком 2 через 2. Я когда это увидел, я был безумно рад, поскольку у меня будто сложился пазлик. График 2 через 2, недалеко от дома и еще продавец видеоигр, от которых я, в принципе, кайфую. Короче, я сразу кинул заявку, начал ждать, мне перезвонили, назначили собеседование. Я был капец как рад, у меня даже не возникало волнений по поводу собеседования, поскольку я иду туда, где хочу действительно работать. И, в принципе, я иду туда, где я шарю. Да, я, в принципе, понимал, что я буду без выходных, но, как по мне, когда ты на работу ходишь с удовольствием, ты, по сути, не работаешь, а кайфуешь. В общем, настал тот день, все шло как по маслу. Собеседование назначили где-то на часов 9-10, но это не важно. Но дело в том, что за 2-3 часа мне стало капец как хреново. Меня начало качать, и будто вся квартира стала крутиться по кругу. Короче, я стоять даже не мог, мне реально было хреново. И по факту я даже не понимал, что со мной происходит. Как бы было подозрение на отравление, но его по факту не было. Я по своей натуре, что касаемо учебы и работы, человек пунктуальный и ответственный. И если мне сказали сделать что-то тогда-то, то я должен сделать что-то тогда-то. И если у меня что-то не получается, то я расшибусь и сделаю это, или же выйду в ситуацию так, чтобы не подвести какого-то человека, поскольку меня тогда совесть капец как загрызет. Состояние на тот вечер у меня было такое, что я думал, что я не доеду. Но я принял решение, что если я уже сказал, значит я должен сделать, поскольку если я не приду на собеседование, то я покажу какой я офигенный сотрудник, что прошляпил первое собеседование, да и еще бы подвел человека, который должен был со мной беседовать. В общем, приехал я на точку, пообщался с продавцами, они мне, кстати, очень понравились, хорошие ребята. Объяснили, что к чему, как ведутся продажи, поспрашивали меня, поговорили об играх и так далее. Также заполнил анкету и время уже подходило к собеседованию, но человека, который со мной должен был общаться, не было. Прошло 5, 10, 15 минут, в итоге никого не было. И по-моему, где-то через час пришел этот человек. Офигенно. Да, я понимаю, что у каждого есть свои проблемы, свои дела, но все же. В общем, пришел тот человек, я подошел к нему и он мне начал задавать вопросы. Ребят, это было самое легкое собеседование в моей жизни. Ибо это была моя тема, и знаете, ощущение было такое, что будто я на экзамене вытащил единственный билет, который я учил. Вопросы были очень легкие. Назовите эксклюзивы PlayStation, назовите эксклюзивы Xbox. Ага, попались на Xbox, нет эксклюзивов. Шучу, есть, все нормально, я их назвал. Были еще вопросы, расскажи о этой консоли, о той консоли, в общем, ничего серьезного. И знаете, в момент собеседования у меня проскликнуло мыслишко, что человек, который задает вопросы, владеет лишь базой знаний и к играм никакого отношения не имеет. Поскольку, когда я общался с продавцами, видно было, что они шарили, они любят видеоигры, они играют. И как бы даже когда я там не называл какой-то эксклюзив PlayStation 4, они мне намекали, типа, ну, назови-то, то-то, то-то, то-то. Тут же я услышал еще раз клишевые вопросы, которые мне задавали продавцы, и покачивание головой, типа... Спросили еще, знаю ли я кассу, знаю ли я что-то о Нинтендо, о настольных играх. Тут я сказал честно, что Нинтендо знаю, но не сильно, а по настолкам я вообще не шарю. Но если мне дадут с ними знакомиться, то это без проблем, поскольку, если это новый сотрудник, то думаю, что это нормально, когда он не знает полностью ассортимент. И единственное, что смутило этого человека в моей анкете, так это отсутствие опыта, поскольку я лишь работал в каких-то промо-акциях, и работал и работаю в магазине, который не связан с видеоиграми. И, по сути, в свой опыт я практически ничего и не написал, ибо смысл. Мне вот так вот махнули этим листком, сказали, ну, типа, что это такое, фиг, где-то здесь ничего не написал. И тут я начал объяснять, что я работал в промо-акциях, работаю и работаю там в магазе, и еще снимаюсь в кино и сериалах. И на это мне ответили, типа... Хм... Знаешь, по моему опыту, люди из медиасферы самые хреновые сотрудники. Я такой, да? Мне в ответ, да. И я такой, ну, бывает, поскольку каждый человек разный и всякое может быть. Но это ни в коем случае не означает, что все абсолютно такие вот хреновые. Рассказал, что веду свою деятельность, свой канал, и, знаете, сложилось такое впечатление, что это не услышали. В общем, было еще пару вопросов, смогу ли я там совмещать работу и еще одну работу. Спросили про желаемую зарплату, про транспорт, да, в принципе, и все. Ну и сказали, чтобы я ждал звонка в течение двух-четырех недель, и, возможно, меня пригласят еще на одно собеседование. И, знаете, мне не позвонили. Да, такое бывает. Идя в магазин, где ты можешь помочь магазину, где ты шаришь, где ты разбираешься, где ты можешь проконсультировать клиента. И самое главное, что ты идешь в ту сферу, где хочешь развиваться, и где ты шаришь, но тебя прокидывают. Многие могут сказать, блин, чувак, да ты же топишь за Иксбокс, и поэтому они побоялись, что ты будешь продавать только Иксбоксы. На самом деле, эта теория бредовая, поскольку те люди, которые знают меня лично, понимают, что я всегда советую из предпочтений людей. То есть, я сначала узнаю их потребности, потом я им перечисляю плюсы и минусы, и они, по сути, решают сами, какую консоль взять. И мне как бы не впадал посоветовать ту же PlayStation, если человеку она больше подходит. И знаете, на самом деле, было обидно осознавать, что меня не взяли в мою же сферу, там, где я разбираюсь, там, где я увлечен. И самое главное, когда я действительно хотел быть сотрудником этого магазина и помогать людям с выбором. Но, к сожалению, этого не произошло. Какова причина? Без понятия. Может быть, я был крайне самоуверенный и не показывал, что я боюсь каких-либо вопросов, я показывал реально, что я шарю. Возможно, тот факт съемок и опыта этого человека, но на самом деле, это такой бред. Может, вторая работа? Без понятия. Но самый главный фактор, который меня смутил во всем этом, это то, что не было вопроса об образовании, хотя у меня высшее. Тут я вообще выпал, поскольку продавцом, консультантом, если что, это одна из самых низших должностей в компаниях, меня не взяли. Даже при наличии высшего образования. Я думаю, вы понимаете, что я чувствовал в тот момент. Я был крайне удивлен, долго думал над этим, но так и не понял, почему так произошло. Но зато с этой ситуацией я понял, что не всегда все зависит от вас. Поскольку, когда вы идете устраиваться на работу, могут сыграть и внешние факторы. Опыт человека, его настроение. И если ты просто не понравишься, даже если ты там шаришь в этой теме, разбираешься, и у тебя есть высшее образование, тебя, к сожалению, могут не взять. Как совет могу сказать следующее. Даже если у вас была такая же ситуация, или не дай бог будет, не падайте духом. В мире много работ, много сфер, в которые можно развиться. Стать лучше, а самое главное, работать там, где вы будете счастливы. Поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом, никогда не пускайте руки и всегда двигайтесь только вперед. Как говорится, не ошибается лишь тот, кто нифига не делает. В моем же случае я не попал на ту работу, которую хотел. Но благодаря этому, все свободное время я посвящаю этому каналу. Да, все равно времени не особо много, заработок небольшой, но это не повод останавливаться на достигнутом. Все впереди, главное верить. На этом, в принципе, все. Вот такая вот история, в то же время поучительный и мотивационный ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Если это действительно так, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои подобные ситуации, и вообще пиши мысли по этому поводу. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok